Коллеги, здравствуйте. Хотел бы поблагодарить организаторов за приглашение выступить на крупном столе. День Евгения, Рудон, Чуки Надрихи, коллеги. Изначально компания наша Форматор, мы существуем с 2009 года, и изначально занимаемся цифровыми шинами разных транспортов, их анализом и получением данных оттуда. Если рассматривать это в разрезе точного земледелия, то есть система, допустим, агросигнал, это как бы система принятия управленческих решений для контроля, для оперативного мониторинга, что происходит в хозяйстве. А мы, скажем так, стоим на ступеньку ниже, то есть максимально близко к земле, к конвайну. То есть наша задача взять с этой единицей техники массовой информации и передать учетное программное обеспечение. У нас достаточно много направлений. Все мы сейчас пользуемся там и Яндекс доставками, и Олег тоже сказал, что мы чувствуем себя Яндексом в каком-то смысле. И у нас есть клиенты тоже, допустим, по каршерингу. И эта задача, скажем так, квинтэссенция того, что от нас требуют наши заказчики, то есть передать максимум информации от этой единицы техники, что-то с ней сделать, то есть вплоть до... То есть вот стоит машина в чистом поле, и дистанционно нужно понять, что с ней, какие на ней ошибки, уровень топливого баки, уровень незамерзайки, все что угодно. То есть если клиент не закрыл окно, что-то оставлю дистанционно, надо закрыть. То есть вот и таким образом без участия непосредственно контроля. И то же самое мы видим, в каком направлении движется сейчас мир, цифровизация. Вот Олег опять же рассказал, куда движется Росвимаш. Мы в нашей работе постоянно сталкиваемся с другими мировыми производителями. То есть мы видим, допустим, куда движется Джунгир, тогда сейлка сплошного села. То есть мы видим, что там стоит уже с завода штатная телематия, то есть они изначально видят у себя в своей стране, да, соответственно, сколько мы в России, сколько конкретных хозяйств в районе, чего, какой культуры посеялось, какой нормы высела, там, с каким неждурядем, потом дальше, если есть, там, допустим, рост раз в переудобрении, соответственно, кто сколько, каких удобрений внес, там, с какой нормы шириной захвата. Уборочная техника, вот как сейчас про Росвимаш. Рассказывал про картирование урожайности, да, то есть, опять же, идет мониторинг, они все видят, сколько мы намолотили на этой, в этом хозяйстве, да. Это же, на самом деле, большой массив данных, которые можно анализировать, то есть, ну, на это можно смотреть, как вот с точки зрения завода, то есть я могу оптимизировать, и, ну, свою технику дорабатывать, как-то носить изменения, регулировки изменять. На это можно смотреть с глазами заказчика, да, то есть для того, чтобы понимать, сколько там высоко, там, комофоса, или сколько там Семен, который там, нынче дорогие, да, посеял, то же самое, картирование урожайности, сколько банкеров намолотил, сколько килограмм намолотил, если есть система картирования урожайности. На это можно смотреть с государственной точки зрения, то есть, когда, там, люди, сидящие, там, в госдепе США, да, видят, что у российского урожайность примерно такая-то, а затраты примерно такие-то, соответственно, делается прогноз по мировым ценам, да, и отсюда, ну, скажем так, регулирует первую поличку. Понятно, что на эти процессы мы никак не повлияем, но мы, вот, находясь, вот, занимаясь именно этим, мы понимаем, насколько цена вот этой информации и как с ней можно работать. И поэтому, ну, предлагаем использовать вот эти данные, да, соответственно, то, что вот с техники можно получить, реально там, на самом деле, очень большое массив данных. То есть, это и ошибки какие есть, там, и температуру перегрев, да, почему, не допустим, с клиентом разговаривал, он говорит, тут перегрели движок. Я, говорит, я после этого стал смотреть на комбайне. После этого стал за ним наблюдать, там, говорит, смотрю температуру не 120, а он фигачит. И, говорит, ну, там, ну, вроде это же будет огромный, какой-то, они ускорожат артули, а внутри там кусок урока лежит, да, соответственно, можно для разных целей это все использовать, да, не только учет, контроль, да. Поэтому, скажем так, потребитель, да, вот наши информации, того, что мы... Я куда-то не туда нашел. Верните презентацию, пожалуйста. А куда-то, 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 куда-то. То есть, соответственно, эта информация может быть полезна и инженерным службам, да, то есть, мол, то часы, там, перепродеги, ошибки, перезапчасти купить, вовремя, там, делать ТО. Грономическим службам, то есть, надо понимать, с какой скоростью проводится операция, там, с какими нормами, с качественными показателями, насколько это сморка, соответствует технологической карте, ссылки. Фактически, ну, то есть, наша задача передать факт, факт, как эта операция была проведена, у кого-то, понятно, да, понимать, как там угол происходит. В бухгалтерии это и выработки, там, начисление зарплаты, списание, там, СССРов, товароматериальные ценности и другие. И, ну, так же, то есть, это не только хозяйство, но и там завод-производитель, гиллер, то есть, должен понимать, как техника эксплуатируется. Там, положим, просто берлизинг, запрось, как, положим, на период лизинга техника, это надежит лизинговой компании, поэтому, насколько держи на эксплуатируется техника, влияет на ее достаточную стоимость. Это тоже информация, которую можно принимать на внимание. Завод-производитель, диллер, я уже не сказал, да, соответственно, и для оптимизации настроек, для, олег, наверное, лучше, это, знаете, с точки зрения производителя. Ну, олендозапель, то есть, тоже, когда техника арендная, понятно, что нужно и хозяйству, как идет демп уборки, так и хозяину техники, где техника, насколько занята, там, затраты. То есть, ну, примерно, список параметров, это, конечно, ну, маленькоторика, то, о чем мы можем, соответственно, подавать, да, это и анализ трека, ну, простейший, да, то есть, что здесь, там, и, соответственно, почему они, потому что, ну, весной, там, ну, вымок, вот, была большая ложь, ее уехали, списание ТМЗ-а происходит на все более, да, а у нас эти куски не засеяны. Наглядное понимание. Ну, при цитном уровне мы сейчас достаточно плотно тоже работаем, то есть, техника, которая пробована, ну, вот, скажем так, уровень, то есть, много у кого, отнаглядно, сейчас уже у большинства потребителей, да, большинства сельхозтоваропроизводителей, то есть, некие системы телематики, они стоят. Ну, если у кого-то это просто таракан на карте, у кого-то есть, там, датчик уровня топлива, и, как бы, кто-то следит там, что следит, там, ну, там, 20-50 литров солярки, с другой стороны, можно же, ну, что такое 20 литров солярки, в наше время, тысячи рублей, а когда у тебя сыпали, там, с поля, бункер, зерна, объемом, там, 12-13 куброметров, достаточно, 80 тонн, при нынешних ценах, там, минимум, там, 15-17 рублей, совсем, совсем другие деньги. То есть, полностью можно контролировать комбайн, то есть, не только место, ну, просто где он проезжал, да, там, выпуска была в такой-то геолокации, там, бункер, там, послушался полностью, не полностью, соответственно, там, оборота вентиляторов, настройки все, там, оборота жарки, мотовелы, там, уровень среза, потери какие-то, да, то есть, мы сейчас можем это дистанционно все контролировать. Это не может быть любой, ну, это, вот, опять же, мы понимаем, что у Джиндера есть там, GD-Link, у CNH есть, там, по IFS Connect, у класса, класс Телематикс, у, там, у нас, у нас, у меня Телематика, как-то, мы прекрасно понимаем, что, ну, как мы, ну, видим, это работает, да, то есть, вы картиру неуроженство, вы видите только в Джиндерлинке фактически, да, но мы понимаем, что это же, ГВГ, раз, это надо заплатить денег, ну, достаточно много, то есть, сейчас они, это же постоянно меняется, доступ к этим данным, да, то есть, либо что-то дается бесплатно, что-то дается в гарантийный период, за что-то надо платить за ход активации, доступ к этим данным, и потом еще ежемесячно, ежегодно, там, и джиндер, вряд ли будет смотреть, как класс работает, ну, полноценно, да, просто как, просто как, вот, и мы, как вот, тоже, Алексей Прудников, задел вот, как бы, тему, да, что, вот, ну, задержал, то все-таки обидно, и, вот, мы все-таки, ну, хочется, что-то, ну, как российские производители, члены ситуации, тоже, и коронавируем, то есть, пытаемся вот, понятно, что никакие протоколы нам никто не дает, да, никто в этом не заинтересован, то есть, несмотря на это, мы вот, свои силы, своими руками, то есть, пытаемся вот эти данные получать, и, скажем так, сделать их употребимыми, и те, кто там, на зеленых ездит, и на красных, и на салатовых, как бы, то есть, ввести это в некий, как бы, единую базу данных, которые можно оперировать. то есть, ну, что за это, ну, допустим, стоит там комбайн на краю поля, то есть, мы можем, ну, что он там стоит, он стоит с полным лункером, да, по нему до сих пор не едет КамАЗ, соответственно, нужно как-то оптимизировать количество транспортных средств, ну, это просто как пример, ну, допустим, конкретным оруднением, то, что мы сейчас тоже можем видеть, да, то есть, мы сейчас можем видеть весь англощий процесс, то есть, техника, которая достаточно современная, она оборудована и расходомерами, и что-то так, с датчиками, и датчиками уровня, вот, и это, мы эту информацию стараемся получать, там, мы и норму нести, с какой-то действительно реальной нормой, он опрыскал, у него с удавления, у него с семена, ну, мы делали там, Амазон, Ленкин, вот, вот, урал, у нас у тебя удавление, то есть, тоже достаточно невороченная техника, когда на задатчиках бункера, и это, Андрей, Минут, как у вас, да, я знаю, что уже там, пресс-нодорщик, ну, это как, просто, собственно, решенные задачи, прослеживание свой чужой, то есть, когда требуется идентификация, ну, смежные задачи, да, требуется идентификация водителя, при, там, выдаче топлива, при получении СССР со склада, предположим, да, при разгрузке-выброске зерна, то есть, идентификация на поле, когда тебя загрузил комбайн, на идентификация при разгрузке, когда ты загружаешься на хребриемном бунте, ну, и работаем по общим уплевимым как бы протоколам, то есть, естественно, можем отправить информацию на четыре сервера, это одновременно, в зависимости от того, куда скажут, да, какие-то, другие смежные задачи, по логистике камер-кормов, то есть, соответственно, куда выгружать, куда не выгружать, по растворным условам, допустим, тоже, когда мы можем контролировать весь процесс опрыскивания, от замешивания рабочего раствора до его доставки на поле, а потом, соответственно, камаз с бочкой перевязывал на поле, перелил в обрыскиватель, в обрыскиватель, или там, три куба перелил, эти три куба появились в обрыскиватель, потом эти три куба зашлись по данной площади, из-за какой-то нормы. Мы сейчас можем сейчас свежать систему дезинфикации на разных принципах основного. Либо карточки, либо метки, там разные есть технологии. И, как я уже говорил, это может быть разная техника, мы работали с разными производителями. Понятно, что не все это просто, не все данные везде есть, открыто, с ними легко работать, но мы стараемся, поэтому, коллеги, если есть у кого какие-то задачи углубленного анализа получения данных с техники, вот прошу обращаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!